МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он никак не выглядит на 33 года. Это лицо мужчины 40-45 лет. Отложение жира на плечах, на боках, на животе. Наверное, ему очень тяжело жить с таким лишним весом. При этом в последнее время актер почти не занимается спортом, лишь иногда играет в футбол. Если при таком весе он еще и курит, мне его жаль. Это самоубийство. Проблемы со здоровьем кажутся далекими и нереальными. Поскольку я еще не очень старый, мне 33 года, то пока я их не ощущаю. Попробуйте задуть свечу с этого расстояния. В 33 года здоровый человек легко может задуть свечку с расстояния 1 метр. Но у Миши это не получается. Не пытайтесь, Михаил. Каким еще последствиям привели курение, лишний вес и отсутствие спорта? Чтобы понять это, Михаил отправляется на сканирование внутренних органов. Уникальные диагностические приборы, созданные с помощью новейших технологий, способны буквально заглянуть внутрь. Специалисты изучают мозг, сердце, печень, легкие и другие органы актера. Эти исследования откроют правду, какой бы страшной она ни была. После проведения всех анализов и тестов, Татьяна Шаповаленко готова вынести окончательный вердикт. У вас изменен позвоночник, имеются грыжи в шейном отделе позвоночника. Это исключительно от той избыточной нагрузки, которую несет ваша спина, от вашего избыточного веса. И это опасно, Михаил, тем, что очень скоро у вас начнут болеть руки. Вы не сможете держать ручку. В самом худшем случае Мишу ждет паралич. Это крест на карьере актера. Более того, уже в ближайшее время он начнет задыхаться на сцене. Михаил, это ваши легкие, расширенные бронхи, признаки застоя в легких. И, к сожалению, к великому, через какое-то время начнется дыхательная недостаточность. Пачка сигарет в день приближает смерть на 10 лет. И курение нанесло удар не только по легким. Это ваши сосуды, Михаил, сосуды головного мозга. Мы их посмотрели специально, учитывая, что все в семье по мужской линии страдали от сосудистых заболеваний головного мозга. Дед умер от инсульта. У отца инсульт. Я надеюсь, что он не повторит такую судьбу, но я боюсь, естественно. Михаил, к сожалению, инсульт грозит и вам. Сосуды уже извитые, стенки их уже неравномерно утолщены. Это значит, что в них уже есть атеросклеротические бляшки. В организме Михаила мина замедленного действия. Итак, момент истины. Вы могли бы прожить до 81 года. Исходя из тех результатов, которые мы получили, ваш возраст, до которого вы доживете, 63 года. Причиной смерти, а может быть еще хуже, причиной тяжелой инвалидности будет инсульт. Смотри. Изменив образ жизни, изменив режим питания, бросив курить, мы можем повернуть биологические часы вспять. Хорошо, что сейчас они в 45. Еще не поздно. Пойдемте. Доктор Шаповаленко начинает составлять план спасения Михаила Полицеймака. Ей помогает группа поддержки. Олег Токтеров, чемпион мира по боям без правил. Начинал с самбо, дзюдо и джиу-джитсу. За долгие годы изучил десятки спортивных оздоровительных систем. Юлия Чихонина, врач-диетолог, научный сотрудник клиники Института питания, кандидат медицинских наук. Диета без физических нагрузок малоэффективна. Но главное, Михаил должен бросить курить, чтобы... Все вредные продукты выбрасываем. Как это? Подождите, это дорогая колбаска. Колбаса? Совершенно не диетический колбасок. С этого дня Миша будет есть только нежирные сорта мяса. И не так часто, как раньше. Новая система питания строится по принципу пирамиды. В основании этой пирамиды лежат овощи. Я так и знал. Фрукты. Можно есть хлеб. Да. Цельнозерновой преимущественно. Лучше не сдобный. Гречка. Овсянка. Прекрасно. Во втором ярусе этой пирамиды находятся белковые продукты. Это мясо, рыба, сыр. И последний ярус этой пирамиды занимает... Самый страшный, я так понимаю. Да. Занимают жиры. И вот это тоже сюда подходит. Те продукты, которые лежат в основании пирамиды, можно есть больше всего. Те продукты, которые находятся во втором ярусе, нужно есть уже поменьше. И то, что находится на третьем ярусе, нужно есть в минимальных количествах. Самое вредное. Судя по всему, актер шокирован новой системой питания. С детства я ел сосиски на завтрак, колбасу. И всегда не представлялась в жизни без утреннего бутылка с колбасой. Мужчина в 30 лет должен без труда отжиматься один раз в секунду. Но для Михаила это оказалось непосильной задачей. Актеру нужно наращивать мышечную массу и снижать вес. На 8 недель тренажерный зал должен стать для него вторым домом. Пробежка по центральным улицам Киева Через 2 часа после занятий можно и перекусить. А для начала выпьем по стакану воды. Стакан воды перед обедом снижает чувство голода. И чтобы наесться, хватит небольшой порции. Но пить именно воду, а не какие-то газированные или сладкие напитки. Четыре недели без сигарет очистили легкие. Актер перестает кашлять. Заниматься спортом становится намного легче. И Миша увеличивает нагрузки. Час катания на велосипеде минус 600 килокалорий. Фу, хорошо дышится, хорошо спится, хорошо естся. Дышать стало легче. Нет этой мокроты, которая была после сигарет. Здоровая еда уже не кажется мучением. Страсть к мясу исчезла. На самом деле это две порции. Порции тоже не кажутся маленькими. Желудок актера явно уменьшился. Происходящее с Мишей метаморфозы уже замечают коллеги по сцене. Смог ли Михаил восстановить здоровье и вернуть потерянные годы? Мы с Мишей, когда встретились с ним 8 недель назад, мы нашли очень много проблем. И у него 8 недель назад были все шансы повторить судьбу папы. Ради чего поменялся? Ради чего теперь выглядишь так, как мы видим? Ради жизни. Чтобы жить здоровым. Как дети должны видеть здорового папу. Мама должна видеть здорового сына. Очень правильно, Миш. Важно, когда дети видят, как ведут себя родители. Какой образ жизни ведут родители. Ведь дети, они копируют наши привычки. Они копируют наши пристрастия. 8 недель назад Миша не смог задуть свечу с расстояния 1 метр. Справится ли он в этот раз? Молодцом. Вы задули свечку. Миш, это говорит о том, что объем легких увеличился. Но смог ли Михаил вернуть потерянные годы? Это покажет сканирование внутренних органов. Ваши легкие. Вы бросили курить после многих лет курения. Картинка до, картинка после. Легкие стали прозрачные. Бронхи не забиты слизью, не утолщены. Легче полной грудью вдыхать, выдыхать. И кашля утреннего нет. Рука Миша на пульсе. Нервы на пределе. Ведь 8 недель назад ему грозил инсульт. Сейчас сосуды головного мозга чистые. Нет спазмов. Нет недостатка кислорода. Вам больше не грозит инсульт. 8 недель назад ваш возраст смерти был. 63 года. И сегодня ваш возраст смерти... 80 лет. Ну, это просто нереально. На самом деле. Вы прибавили себе 17 лет жизни. И это реальность. Я очень рада, Миша. Правда. Я очень рада этому результату. Молодцом. А я рад, что ты с вами познакомилась. Пошли. Пошли. Пошли.